Центр Гармония имеет 50-летний опыт работы, позволяет прекрасным образом справиться с излечением пациентов с неврозами, заиканиями, ночным недержанием мочи, депрессиями, конфликтами личностей всех поколений, убирает интернет-зависимость и предотвращает суицид. По сути, вам проще улучшить свою жизнь в Гармонии. А располагается Центр на проспекте Ленина 9. И у многих возникает вопрос, кто это? Так вот, кто это? Это уникальная личность, скажу я вам. Не у многих в городе Лавры-Онова, поверьте мне. Да, кто-то скажет, что человек в возрасте. И я скажу, возраст показывает характер. С возрастом вы понимаете, как лечить и что делать. С возрастом приходит суть. И суть, и понятие того, что мы в России и в СССР были как-то далеки от того, что произошло с человечеством за 5000 лет и более. А он знает. И он понимает, как с вами разобраться. Типа с детьми природы. Да, мы дети. Но, как и все, можем и ошибаться. Особенно, когда все воспринимаем с позиции спиртного. Но надо ли это? Думаю, что нет. Я обучался в 17 странах мира. Узнавал медицину, как люди лечатся, от чего там больше лечатся, ну и условия лечения, ну также и экономические вопросы. Поэтому я очень хорошо знаю эти вопросы, поскольку меня интересовала медицина в течение всей моей жизни. Я пришел по призванию в медицину. В Челябинскую медицинскую академию. А потом я уже обучался не только нашей советской и российской медицине, а медицине мировой. То есть в Тибете я обучался тибетской медицине, которой 10 тысяч лет. Китайской медицине 9900 лет. Потом японской медицине 9800 лет. И потом индийской йоги 9000, у гуру, известного мудреца Индии, йоги, который ездил в 8 лет и столько же лет в медицине, скажем, китайской. И Далай-Лама, отец, не отец, а бог тибетской медицины, он мне подарил этот атлас и приказал перевести с тибетской медицины, с их языка на русский язык. И подарил впервые господин доктору Рашину из России Фатту Закевичу Шакурову. Это вот, пожалуйста, это атлас тибетской медицины. Здесь вся медицина, 10 тысячелетняя тибетская, от начала до конца представлена. Вот я этим руководствуюсь. Этого не знает ни один из нас ученые. Потому что туда брали на обучение только по тестам. Дарбо уже есть целители от бога, от природы? Брали на обучение. Нет. Занимайся любой другой деятельностью. Или продавай там, или в ИТР иди, да, артистические работники. Или на стройку, или на сцену, куда хотите. Но не медицина. Я прекрасно понимаю, что вы еще смотрите. И вы смотрите глаза. Что это такое? Потому что глаза никто не смотрит. Вот, вы правильно заметили, абсолютно правильно. Вот здесь представлено, это древняя египетская медицина, которую изобрел Ел-Аксу, здесь у Танхамона, 9,5 тысяч лет тому назад. Здесь представлено абсолютно все у человека. Даже и у родственников. Чем они болели? Какое было здоровье? Слабое, среднее или сильное? Здесь все представлено абсолютно точно. Это наиболее точный вид диагностики. А биоэнергодиагностика – это медицина, которую академик представил в своей книге «Эволюция человека и Земли». Это академик Гервия. Давайте все-таки скажем большое-большое спасибо за то, что вы находитесь в городе Магнитогорске. И к вам никуда не надо ехать. Это как перед Богом, это справедливо и это полезно. И можно сказать, что это людям нашим познать. Это доброе дело делается. А во всех святых писаниях написано, в Библии нашей написано «За добро, за садобром». Поэтому делом доброе дело. Люди не знали. Они ходили куда-то по объявлениям газеты. Там уколы, там капельницы, там шивки. Это уже прошедший этап наркологии мировой. Поэтому это практически редко кто делает, им занимается кто. А у нас продолжают на этом еще делать деньги. Болезнь-то ведь затягивается. Лечить-то надо по Гиппократу не симптомы, синдромы болезни, а причину. Вот я причину четырьмя методами диагностики мировой. Я нахожу абсолютно точную. А детишек до 110-летнего возраста у меня пациенты были. Я прекрасно понимаю, что и вы тоже пили. Кодировались ли вы? Потому что я тоже кодировался. Я специально в камеру это говорю, чтобы люди там ничего не говорили. Да, я тоже пил. Да, я кодировался. Кодировки не помогли. Единственное, что я бросил пить. Я просто сам это понял и перестал это делать. Но тем не менее не все могут бросать пить. Вы пришли куда? Я пришел в медцентр гармонии. То есть до этого центра я отказаться от спиртного пытался не раз, но не смог. Здоровье мое с каждой выпивкой лишь ухудшалось. Беспокоили боли в сердце и голове. Я понял, от этой заразы нужно избавляться. Обращался в медцентр и к бабушкам. Но все бесполезно. Здоровье мое, силу духа и волю смог восстановить доктор медцентра гармонии Шакуров Адзакирович. Спасибо огромное. И вопрос такой. Понятное дело, что вы сюда пришли и наверняка вы где-то в другом месте попытались себя пролечить. Было ли такое? Да, я обращался в медцентр и обращался к бабушкам на все бесполезное. А здесь оказалось все-таки круче и правильнее. И без всяких капельниц и все остальное. Да, здесь отличные результаты получили. Здесь я смог избавиться от этой пагудной привычки. К нам обращаются люди не только с регионов России и СНГ, ближнего зарубежья. Но к нам приезжают люди и с дальнего зарубежья. Из Берлина, из Варшавы, Черногории, Нью-Йорка. Потому что наш адрес имеется в интернете. Мы помогаем этим людям. И мы всем помогли. И зарубежным, которым другие их методы, другие специалисты не смогли помочь. Мы им помогли. Об этом имеются записи в наших документах. У меня имеются записи на сотни людей. И в диссертации, и в монографии, и в научных трудах остальных. И в книге, журнале отзывов. Поэтому мы их снимаем и показываем нашим пациентам. К нам могут люди обратиться для сохранения своего и здоровья, и своей жизни. И улучшения духа, и усиления воли конкретного человека. Мы это делали, делаем и будем делать. И только мы единственное это делаем. Поэтому людям, которые хотят жить и радоваться этой жизнью. Потому что человек, имеющий здоровье, он радуется жизни. У кого нет здоровья, кто инвалид, тем более, это люди несчастные. Им сочувствуют только люди. Но они, как говорится, являются накладным обстоятельством для семьи, для близких. Про производство говорить нечего. Потому что их вообще увольняют, конечно, инвалиды второй, первой группы. Мы, бывает, и этих инвалидов оздоравливаем так, что у них практически здоровье возвращается. И они начинают снова работать. То есть мы и второй группы, и третьей инвалидности убираем у этих людей, оздоравливаем. И к нам попасть очень несложно. Но главное с паспортом и желанием лечиться. Настоящим желанием лечиться. А не идти на поводу, там, ладно, вам надо, родственникам, ладно, в эту схожу. Надо от себя, от человека, чтобы шло это желание, стать снова человеком здоровым, сильным, волевым и радостным в этой жизни. Поэтому у нас родственники могут прийти, но тоже с паспортом. И они должны записаться, то есть они прийти в наш лечебный сценарий. Сейчас последний указ президента запрещает по телефону заниматься приемом пациентов. Это необъективно. Не видя человека, неправильную диагностику, как можно лечить человека без диагностики. Да никак. Это запрещено. Вот так. Ну, наш адрес очень простой. Мы рядом находимся с остановкой Пирамасской, но на проспекте Ленина, от этой остановки в 7 метрах. Телефон 23-5404. И если не отвечает вот этот наш телефон основной, наш лечебный сценарий, то есть 49-23-11. Так что приходите, мы поправим ваше здоровье. И будете жить и радоваться, как те люди, которые у нас были, и теперь они пишут благодарности и в стихах, и в записях, и в газетах, и на телевидении. Они нас благодарят. И приходят просто к нам показаться, какими они стали после нашего лечения. Мы радуемся за этих людей. Вы придете, мы поправим ваше здоровье, наладим все системы, создание системы сердца и, как говорится, ваш дух и вашу волю. Какова суть, вам понять необходимо. Потому как немногие становятся докторами. Конечно, круто быть доктором, еще круче продавать лекарства. Но как это сделать без анализов? Кто сможет? Таких людей, по сути, единицы. Да, Фаат Шакуров не лечит все. Он и не собирается это делать, но с самыми сложными нашими проблемами нашего общества он справляется. Потому что он глядит в ваши глаза. Потому что он вас понимает и знает методы воздействия. Я не буду говорить про все, но те, кто не может себе помочь, кто отчаялся и готов обратиться, могут это сделать. И делать это проще здесь, в медицинском центре «Гармония», на проспекте Ленина, 9. И в принципе, должно быть понятно, да? Человек работает, у человека есть данные. Человек в реальности занимался и наукой в том числе. Столько трудов, сколько у него нет ни у кого. Представляете, да? Этот человек работает для Магнитогорска. Мало того, он живет в Магнитогорске. Сюда также приезжают. И это всюду. Потому что он работает. У него есть результат. И для того, чтобы вам это дело понять, необходимо приехать сюда, на проспект Ленина, 9. Или позвонить по этим телефонам. А еще вы поймете, что все процедуры и работы с вами, они анонимны. И вдруг окажется, что вы стали совершенно другим. Да никто и не поймет, как. А где все это делается? В «Гармонии» на Ленина, 9. 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 Продолжение следует...